Сказано мной, якобы этот документ мне прислал посредством программы Jabber через FDD. Такое невозможно, потому что я один из немногих, кто знает, что программа Jabber не существует. Есть протокол передачи данных вокруг Jabber. Я не могу это сказать. Я храню данный файл и храню до момента задержания на съемном жестком диске. То, чтобы это просто билет, потому что диск тоже билет. Но перестал функционировать где-то в 2010-м. И после этого я просто не мог пользоваться. Вот так им есть. Вопросы сначала. А, в вопросе, да. Читал эти протоколы, подписывал. Конечно. Но по большей части я не читал, а просто подписывал. Просто? Ну по большей части не читал. Может что-то и читал. Почему? Потому что мне передали сотрудники ФСБ, которые сказали, что если я возьму всяк первую, то они будут приходить ко мне в СБ, потому что у меня будет только один день отдышаться. Поэтому на изоляторе, где у нас не было. Но до заключения подставили. Указа защиты, которая была, да? Вот. Значит, вы говорите, сейчас опять помянули о пытках. Значит, как из ваших показаний, я понял, вас пытали, как вы говорите. Значит, один раз в Санкт-Петербурге, правильно? Когда забрали и вывезли. Да. Другие разы были? Нет. Других разов не было. Ну, если вы считаете культометическое насилие, то не было. А если моральное насилие, унижение, оскорбление, упрога, тогда будет. То есть в ходе каждого из этих вот допросов, о которых сейчас вы ведете речь, в ходе каждого следователь в отношении вас применял психологические угрозы или, так сказать, другое, что вы сейчас назвали? Нет, не следователь. Лично Околик говорил мне угрозой, что я сяду на огромный сток только в уютке, когда мы вдвоем только выходили. Вы когда-нибудь вот по этому поводу говорили своему адвокату, который присутствовал, что вы вынуждены давать эти показания? Да, 8 ноября ко мне пришла Владимира Рахманова. Я показал ей все, которые остались у меня от проводов. Простите, а чего? От проводов. Понятно. Эти вот следы у вас зафиксированы средствами залетов при приеме у вас на... Нет, не зафиксированы, потому что медсестра сказала, что это не значительно повреждение, которое осматривает меня. Понятно. А вы сами ей пояснили происхождение этих следов у вас в руках? Переделось на пальцах рук. Адвоката? Медсестре, которая вас осматривает. Нет. Нет, ничего не поясняли, да? Ничего не поясняли. Понятно. Вы не просили ее, чтобы она зафиксировала на следе. Не ходатайся на следе. Ну, я попросил и сказал, что можете зафиксировать. Она сказала, что это не значительно повреждение. Понятно. Вы давали все показания, которые живы? Ну, я могу повторить то, что я сказал. Вы такие показания давали? Которые я сейчас сочетал, да? Нет, не давал. Нет. Ну, это все замечено. Потому что у вас нет возможности написать замечания, когда перед допросом к вам приходят сотрудники ФСБ и говорят, что они придут в СИЗО и будут все опытать. Я один раз испытал эти ощущения в большом количестве. То есть я хочу сказать, что я никогда терроризмом не увлекался. Можно, конечно, искать истину в вечных религиозных книгах. Можно, наверное, самому ходить и познавать лет. Но это недосредственное представление о том, как мир устроен. И только наука, по моему мнению, может установить истину. И сейчас я, ну, мои интересы не изменились никак. И в данном контексте я сейчас имею в виду медицинскую экспертизу, который может подтвердить факт пыток и шутерам. И гражданин прокурор может инициировать прокурорскую проверку с опросом всех свидетелей совершения преступления сотрудниками ФСБ и запросить записи с камеры видеонаблюдения, а при отсутствии записи и предоставить техническим специалистам возможность восстановления данных серверов. Но самое главное – это назначить экспертизу, которая с научной средностью сможет установить факт пыток, в котором каждый из присутствующих просто знает. И именно знание может оставить точку в этом уголовном деле, по моему мнению. А до этого момента, до назначения проверки, до ее проведения, до получения результатов всех медицинских экспертиз у меня, и я полагаю, что не только остается только один способ повлиять на назначение этой проверки, а до этого момента остается делать только одно – где-то объявление в голодовке. И она начинается сейчас. Мы говорим, у меня все. Объявление в голодовке почему сейчас стоит? Я объявляю в голодовку до назначения прокурорской проверки, до опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать, что нас пытали, то, что наши показания все ложные, и они были даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, как будто с тебя снимают кожу заживо. Я считаю, что это необходимо. Это единственный способ, который мы сможем доказать нашу невиновность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok